Всем привет! С вами снова Atlantis и сегодня ваше внимание хочу представить упаковку своей одной из особо долгожданных посылок. Я знаю, что здесь это довольно тяжелая посылка, кстати. Такая уже промятая, пошарпанная, но эта посылка реально долгожданная. Это одна из двух долгожданных посылок из таких вот именно с подобным содержимым. Посылок, которые я очень сильно жду, их несколько, но вот именно с подобным содержимым их две штуки. Даже же три, наверное, но там идут немного другие версии данных. Устройств нельзя назвать, данных элементов здания. Вот так вот это выглядит. Здесь у нас в таком вот мега кармашке вот такие вот аккумуляторы. Как бы оригинальные должны быть. Отзывы очень хорошие. Все дела. Это именно полноценный ноутбучный аккумулятор, то есть они без защиты, они... Их желательно... Ну, Мада Ин Джапан написано. Сделаны в Японии. Литий-ионы 18650. По-моему, они на 36500 мА должны быть. Или на 2500 мА. Хочу сказать, точно не помню. Давайте их взвесим. Как вы знаете, если не знаете, то я скажу, что оригинальные аккумуляторы настоящие должны весить от 41 до 43 грамм где-то. Даже от 40, наверное, до 43, где в среднем 41-42 грамма. Бывает чуть тяжелее, бывает чуть легче, например, где-нибудь в районе, ну, 40 до всем грамм, там, 39. Все, что ниже, это подделки. Подделки в основном весят где-то в районе, вот, там, 14 грамм до 25, по-моему, грамм. Это вообще лютые подделки. Как вот, например, ультрафайр эти. Так, давайте взвесим. Это вообще 47 грамм. Но это, если 47 грамм, значит, наверное, да, они вот на 3500 мАч. Поскольку это, я говорил, вес, это как раз на 2,5 тысяч мАч, они где-то в районе 42 грамм. Так, 47,5 было, да, на сколько? 47,7. Но они очень тяжелые. То есть, сделав из них пауэрбанк, он будет весить, мама не говорю, я взял 6 штук. Это вообще 48,1. Но могут отличаться, поскольку емкость тоже у них скачет в районе 15%. То есть, например, я недавно покупал себе аккумулятор. Сейчас, может, даже найду, покажу. У нас здесь в магазине 48,1 и 47,6. Сейчас, секундочку. Зачем я выключил? Вот он, аккумулятор. Просто было интересно. Я очень долго ждал этих аккумуляторов. Мне нужен был один аккумулятор. Покупал у нас в магазине. 45,9 он весит. В DNS-е Fine Power. Читал про них. Кто-то хвалил, кто-то не хвалил. Говорили, что держит... То есть, заряд у них где-то в среднем в районе 200-300-2500. У меня интересно оказалось, при одинарной прогонке, то есть, я его зарядил сначала полностью, он был в режиме сохранения напряжения, я его зарядил полностью, потом полностью разрядил, аймаксом большинством и заново зарядил. Он мне показал 2750, что ли, миллиампер, сейчас. То есть, у него ёмкость больше заявлена. Как раз вот где-то в районе 15%, по-моему, если не ошибаюсь, они и скачут. У вас может быть аккумулятор и на 2500 такой, и на 2400, и на 2300 даже. Не ниже, это уже, по-моему, уже что-то не то. Либо какая-то подделка, либо брака, либо ещё что-то. Ещё меня радует первый вижу аккумулятор, который написано, что, типа, изготовлен в июне 2018, то есть, срок годности у него до июня 2027 года. Блин, обычно батарейка пишет, но... Видите, вот именно выглядит, как уже настоящий аккумулятор. Этот тоже незащищённый, но в любом случае сравнить вот качество, например, вот окантовка. Вот видите, здесь, вот здесь вот залупаенненько. И сравните качество здесь. Да, оно немного здесь вот здесь смещено, но оно, например, здесь не смещено. Ну, это фигня. Сзади вот, например, где вы будете приваривать, пластинка не вообще идеально ровная. Ничего вам, пластинку оттопыривать вообще не будет. Здесь, например, у вас вот этот бортик желательно срезать. Просто не очень фонтанно. Плюс, например, если вставлять этот аккумулятор куда-нибудь в кредл, в какой-нибудь меньше шансов, что вы порвёте вот эту оплётку, чем вот такую вот сдерёте. Так. Ба-ба-ба. Вот такие у него обозначения. Не знаю, ссылку я вполне возможно дам в описании. Ну и то, при слове сначала надо их протестировать. Проверить. Я до сих пор не купил себе многоступенчатую зарядку. Как она там правильно называется? Где там можно сразу несколько аккумуляторов заряжать. У меня iMac B6. Он заряжает очень хорошо. Всё тестирует. Аля-то поля. Но заряжает довольно медленно. И по одному аккумулятору, к сожалению. Так, давайте проверим. Давайте проверим. Вот этот аккумулятор, как базовый, он полностью должен быть заряжен. Посмотрим, не разрядился он. А, блин, точно. Измеряй я, твою мать. Я же забыл, что у меня вот эта щупа оторвался вот этот штырик. И как теперь мне замерить? К сожалению, я даже не знаю. Мне как-то резать сейчас не хочется. Естественно, можно его туда вогнать посильнее, чтобы он что-нибудь там замкнул. Не знаю, каким-то образом он у меня оторвался. Он даже не в курсах. Ну-ка, загоним посильнее, может, будет контакт. Так. Да. Вы слышите. И контакт появился. Отлично. Я там провод зажал, будет коротенький. Но зато вот так. Вам надо показать. Подключаем минус плюс. И получаем 4,1. Это вот этот заряженный. Хотя, по-моему, он был на 4,2 заряженный. Хотя, точно, я не уверен. Это 3,6. В режиме сохранения находятся. 3,7. 3,6. Да, они вот в сейв-режиме. 3,6. 3,6. И... 3,6. Все, в основном, один только на 3,7. Скорее всего, возможно, он был самый тяжелый. У него емкость больше. Из-за этого у него режим сохранения больше получился, наверное. Короче, вот такие вот аккумуляторы. Ничего про них, скажем так, сказать не могу. Ну, здесь как-то он такой. Потертый, но это пофигу. Технический аккумулятор. Ну, то есть, они многие такие потертые. Вещание, как будто их откуда-то уже достали. Ну, хотя в остальном они идеально выглядят. Ну, конечно, есть свои нюансы, но это, все равно, знаете, не то, что, например, вам все равно на показ ставить. И намного они все равно лучше, чем какой-нибудь там... Не знаю, найду сейчас или нет. Ультрафайр, например. Вот, сравните Ультрафайр, да? Написано 3000 мАч. На самом деле, это 342. Вес 33,1 грамм. И это еще, кстати, один из самых тяжелых у меня, по-моему, аккумуляторов. Есть еще легче ультрафайра. Вот, на самом деле, вот, прям небо и земля. Вот, чувствуешь, прям, какую-то вещь, блин. Не знаю, просто может быть такое ощущение, что я впервые держу подобные, скажем так, заочно очень качественные настоящие аккумуляторы. Ну, по крайней мере, их, честно сказать, все хвалят. Я пока что не буду вам их хвалить, рекомендовать и тому, подобное. Сначала я их прогоню Аймаксом Б-6, полностью прозондирую, как говорится. Потом заряжу, потом разряжу Аймаксом, опять заряжу, несколько таких прогоночек. Плюс, я думаю, я каким-нибудь, типа, нагрузочным резистором. Вот, недавно у меня приходил более крутой, там, ну, с дисплейом со всеми фишками, я думаю, им можно будет прогнать все, просто посмотреть, сколько он нагрузки дает, а-ля-то поля, и так далее. И тогда уже, я думаю, я, возможно, в каком-нибудь другом видео, либо сниму просто отдельное видео про это, или просто какое-нибудь другое, ставлю видео, там, расскажу просто, как иногда делаю, про данные аккумуляторы. Ну, пока что они мне очень нравятся. Их можно там купить, по-моему, по 2, по 4, по 6, и по 8, что ли, аккумуляторов, или даже по 10. Ну, мне технически надо в районе 5 аккумуляторов, 5 не было, 4, как понимаете, мало, а 6, ну, пускай один лишний будет. Хотя я уже, кстати, для чего планировал, их уже туда не планирую ставить. Но все равно, я знаю, куда мне их использовать, так что, как говорится, такое добро не пропадет. Еще идет одна версия данных аккумуляторов, и те уже точно идут для одного дела. Очень нужное дело, будем реанимировать одну интересную штуку. Подскажу электромеханическую. Ну, и плюсы идут еще по... Тоже аккумуляторы, но не такие, не CR18650. От... Ой, CR, блин. Раз подумал на 3-х вольтовых батарейках. Нет, нет. Вот еще посмотрел, NCR, CR, да. Ну, CR получает, NCR18650. Если кто не знает, это форм-фактор. То есть 18 мм, 65 мм, и 0 на конце. Это означает шагулятор в виде нуля, то бишь круглый. Они пробуются. Прямоугольные там аккумуляторы, еще какие-то, по-моему, есть. Так что вот так вот. Ну, такое вот уже очень длинное видео получается. Так что ладно. Будут тесты. Как вы понимаете, это довольно долго их делать, поскольку емкость у них большая, и Макс заряжает очень хорошо, но очень медленно. Так что это не скоро. Но не будут. Ну, а на этом все. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, вам это понравилось. Старшко всегда подписывайтесь, комментируйте, ставьте пальцы вверх. Так что я не шлюю. Пока и до встречи. Продолжение следует...